Канал Таёжная Обитель приветствует вас! Сегодня 23 марта, Навруз начался, день весеннего равноденствия. Всех поздравляю с этим праздником. Значит, сегодня я хочу вам показать один самый простой подсвечник, или даже не подсвечник, а такое приспособление для освещения. Когда я был ещё пацаном, у нас в посёлке не было электричества, привозили керосин, были лампы, иногда стёкла бились, и стекла не было. Делали, как отец называл его, делаем быстро фитилёк. Фитилёк делали, вот, брали картошку, подрезали дно, чтобы ровно стояло, и сверху делали тоже площадку такую ровную, и вырезали в нём вот такое. Убирали отсюда картошку. Попробуем ложкой. Что-то думаю, она на клюкаржу похожа. Вот так выбирали в картошке внутри. Брали спичку, кусочек ватки, наматывали, и получался фитилёк. вставляли его в картошку, втыкали в картошку. Картошка не пропускает масла. Наливали постного масла. Опа! И фитилёк, естественно, зажигали. Вот сейчас он нагревался. Опа! Вспыхивал. И начинал гореть. Вот этот фитилёк на постном масле. Это очень хорошее освещение. Буквально нет, почти нет никакого дыма. Нет копоти. Горит он таким ровным светом. Даже я вот иногда не брал свечки. Раньше тоже мы свечки. И в стадии, и ревенки набирали свечек. Я иногда брал постное масло. Бутылка постного масла тогда не шибко дорого стоила. Свечка, она тоже плохо, она бывает течёт. Её хоть мажешь мылом, но она всё равно течёт. А вот такой фитилёк он работает. Не обязательно вот когда програет раз его и намочил, чтобы потом зажигать. Потому что он может тлеть и фитилёк можно делать, если ваты нет. Можно с бинта, с марли намотать. Вот так вот намотаешь и уже получается у вас замечательный. Точно так же бакаешь его втыкаешь. Можно, если вообще ничего нет, с ниток можно с ниток сделать. Вот ниток. С ниток тоже получается отлично. когда нет свечек, нет керосина, нет лампы в тайге, нет солярки, нет каких-то электробатарей или электродвигателей. Вот это постное масло, вот такая вот картошка очень хорошо выручает. Картошка не бежит, не горит, не пропускает она, масло будет стоять и потом она подсохнет и ее надолго хватит. Вот такой фитилек, его на всякий пожарный случай я вам про его рассказываю. Старые люди такие как я старше, может чуть моложе, они помнят вот эти фитильки, а молодежь может не знать и может попасть в такую ситуацию, когда вот этот фитилек вас может выручить. Ну вот на сегодня все. всем желаю удачи, быстрейшего окончания спецоперации, потому что все за это переживают, болеют, все мои соседи, вчера соседка мне тут целую лекцию читала, как она переживает и молится. Она сама как раз западной Украины когда-то их сюда набирали по набору это и вот у ней родственники и там и здесь и она уже не знает кто она она украинка родилась, а уже тут она считается уже русская и вот переживает поэтому вчера она мне целую беседу провела. Желаю быстрейшего разрешения этого вопроса, очень сложного ну желаю всем здоровья, любви, красоты, творчества, гармонии с самим собой, с окружающим миром. Пока-пока. Редактор субтитров